Дуй Духа Твоего и сердце обнови благодатью Своей. Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. И это милость Божья, что, уходя, Иисус Христос сказал такие слова. Когда я уйду, лучше, чтобы я ушел, потому что, если я не уйду, Утешитель не придет. Братья и сестры, Иисус ушел, но Он послал к нам Утешителя, Духа Своего, Духа Святого, Который с нами прибудет, в нас будет и будет нас научать. И да поможет каждому из нас Господь покориться в послушании, отдать свое сердце и сказать, Дух Святой, Ты твори свою работу в Моем сердце. И сердце каменного сделай плотское, сердце послушное. Иисус говорит такие слова в Луки 24.49. Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Но вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облекетесь силою свыше. Иисус Христос дает свое повеление ученикам своим и говорит, оставайтесь в Иерусалиме. Вспомним, когда Иисус Христос воскрес, Он сказал, Он сперва явился Марии, потом более ученикам своим двенадцать, и потом более пятистам братьям. И Он дал это повеление им, не отлучаться от Иерусалима, доколе не получите силу. И первое, прежде чем говорить о Духе Святом, я бы хотел сказать, что Иисус говорит о послушании и повиновении. Иисус, before He said, you will receive the power from the Holy Spirit, He talks about obeying and obedience. Из пятьсот человек, которых Иисус явился, вспомните книгу Деяния, вторая глава. Если подсчитать, то это три четверти народа, которым Христос являлся и дал повеление оставаться в Иерусалиме, дал повеление послушания, они не были. Они не остались там, а только сто двадцать человек. Only 120 people were in Jerusalem. In the book of Acts, chapter 5, verse 32, Peter says, And we are His witnesses of these things, and so also is the Holy Ghost, whom God has given to them that obey Him. Свидетели Ему все мы и Дух Святой, который Бог дал повинующимся Ему. Братья и сестры, мы видим, что в книге Деяния, пятой главе, Петр говорит, что Бог дает Духа Святого, и Дух Святой сошел в силе на апостолов, на тех учеников, которые были послушны Ему. We see that those disciples that received the Holy Spirit, they received it in power because they were obedient to God. They waited for God, God's promise for the Holy Spirit to come. Давайте возьмем противоположную сторону о непослушании, и с чем Библия сравнивает это. Let's look on the opposite side of the spectrum. What is disobedience, and what does God compare it with? Когда пророк Самуил сказал царю Саулу, истреби Амалика, сделал ли царь, как сказал пророк? When the prophet said to king Saul, destroy Амалика, did he do what God commanded him to do? Did he obey? Когда пророк приходит, он говорит, что это за влияние овец и волов? А царь говорит, я сделал все по слову, он говорит, нет. Ты не послушался Бога, Бог отверг тебя. You disobeyed God, and God dismissed you. And then the prophet says, disobedience is as the sin of witchcraft. Непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление, как и дало поклонство. Disobeyed God is witchcraft. И противление, как и дало поклонство. Вот мы и здесь, и братья и сестры, из этих двух случаев видим две разные стороны. Послушание, наполнение силы Божьей, наполнение Духом Святым, непокорность, волшебство. И сегодня у нас есть выбор. Today we have a choice. Obedience, walking and listening to God, receiving His Spirit, His power, or disobedience, which is compared to witchcraft. I wanted to talk about today a little bit about the Holy Spirit, and in the book of Acts, briefly discuss what the Holy Spirit, when the baptism came, it was seen and heard. Сегодня немножко я хотел вкратце поговорить о том, что когда Дух Святой сходил, это было видимо и слышно. Первое место, которое я хотел напомнить нам, это в книге Деяния, второй главе. С 4 по 8 стих. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его», я извиняюсь, это с первой главы, со второй, с 4 стиха, «Исполнившись, все Духа Святого начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрались народ и пришел в смятении, ибо каждый слышал их, говорящим Его наречии. И все изумились и дивились, говоря между собою, говорящие не все ли галилеяне, как же мы слышим каждого, собственно, наречием, на котором родились». Дальше с 11 стиха, «Критяне и аравитяне слышали их нашими языками, говорящим о великих делах Божиих. Изумляли все и, неудумевая, говорили друг другу, что это значит». И также 32 и 33 стих «Сего Иисус Бог воскресил, чего мы свидетелем. Итак, Он был вознесен Десницую Божию и приняв от Отца обещанного Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Мы видим здесь, что Петр объясняет народу, что это видимое и слышание, когда происходит исполнение Духа Святого, они заговорили на иных языках. Следующее место, которое я вкратце хотел сказать своими словами, это в книге «Деяния», 8 глава, когда самаряне уверовали и потом послали ученики Петра и Иоанна, чтобы они рассказали о Духе Святом, и волк Петр уверовал. И потом он увидел, что через возложение рук можно получить дар Духа Святого, и он тоже этого захотел. Но Петр его строго обличил и указал сердце его. Мы видим также, brothers и sisters, в Acts 8, когда самаританс received the gospel, the disciples sent Peter и John, и они начали preaching the gospel и laying on in hands. И Simon, who was doing things with witchcraft, after he repented, he saw that after the laying on in hands, people received the Holy Spirit. So another testimony is that when people receive the Holy Spirit, they start speaking in tongues. Следующее место – это история за Корнилия, 10 глава. Вспомните, там Петр был, начиная со глава о Корнилии, сотник, муж благочестивый, который постился, молился, искал Бога. Ему является ангел и говорит, так и так, сделай, пошли за Симоном. Петр в это время находится на кровле. Он видит видение разных четвероногих животных. Ему Бог говорит, стань, Петр, заколи и ешь. Петр отвечает, ничего скверного, нечистого не вошло в уста Мои. Это видение повторяется трижды. Петр думает о чем, к чему. Дух говорит, вот пришли люди, иди с ними. И Петр идет в дом Корнилии. We see that the story about Cornelius. That he met an angel. An angel came to him and said, go send for Peter. Peter is at the same time on a rooftop, sees a vision of all unclean animals. And he hears the voice from God and says, Peter, eat. And he says, Lord, I haven't eaten anything unclean in my life. This vision he has repeated three times. And while he's thinking about what does this mean, what's the meaning of this situation, the spirit tells him here's people that came to you go with them and don't be in doubt and then he comes into the house of Cornelius Cornelius falls on his face and says I have sent for you tell me what to do Cornelius was obedient and Peter starts sharing the gospel with them and while he's sharing the gospel the Jews that were with Peter remember what they said they're like we are hearing that the Holy Spirit came on the Gentiles когда Петр пришел в дом Cornelius, Cornelius пал на лице свое, но Петр говорит, стань я тоже человек и начал благоветствовать говорить о Евангелии, об Иисусе Христе и когда он еще говорил вспомните что иудеи пришедшие с Петром изумились что дар святого духа и сошел на язычников это опять еще одна история где крещение даром духом святым сопровождается с говорениями на иными языками где это видимо и слышно and we can see once again that the baptism of the Holy Spirit came upon the Gentiles and it was a sign that the Jews that came with Peter they saw it и они видели что Бог также излил это на язычников следующее место записано в книге Деяния 19 глава помните там Павел проходя верхние страны оказался в Ефесе и задает такой вопрос слышали вы о Духе Святом или приняли ли его мы даже не знаем что это такое мы даже не слышали что там дальше он говорит во что же вы крестились и там дальше говорится такие слова что они крестились в Яново крещение Павел им объясняет об Иисусе Христе они крестятся в Иисуса Христа и потом Павел возлагает на них руки дар вспоможения и в Ефесе они начинают и говорят иными языками and after Paul апостол Paul preaches the gospel to the people in Ephesus they get baptized in the name of Jesus Christ water baptism he lays his hands on them so it's a gift of laying on hands and they receive the Holy Spirit здесь мы видим братья и сестры что я перечислил в книге Деяния четыре пункта что когда сходил Дух Святой происходило крещение это было видимо и слышно теперь задается вопрос а какие есть языки есть четыре вида языков there's four types of languages двое из них даны для народа для назидания для наставления а двое для личного использования и я хотел бы сперва поговорить немножко о личном использовании дара Духа Святого с говорением иных языков so again we see that there's four types of tongues two of them are for the church and two of them are for personal use первое место которое я бы хотел зачитать для личного использования это Павел говорит в Коринфянам 14 главе и если читая внимательно всю эту главу апостол Павел говорит и там несколько мыслей о иных языках о личном использовании о использовании для церкви с истолкованием или с пророчеством and before I get into there so in the first of Corinthians chapter 14 апостол Павел talks about the edification of the church when speaking in tongues he talks about personal use when you edify yourself and edifying the church with interpretation or prophecy первое место это первое Коринфянам 14 глава написано здесь а для личного использования второй стих ибо кто говорит на незнакомом языке тот говорит не людям а Богу потому что никто не понимает его он тайны говорит духом когда ты и я молишься иными языками ты молишься Богу ты тайны говоришь духом 4 стих для назидания себя кто говорит на незнакомом языке тот назидает себя so if we open it up so Paul says по-английски слово назидание это строить, устроять если кто из нас братья строители или занимался стройкой это устроение, порядок когда дом правильно строится фундамент и дальше он не падает, он не рухнет следующее место один из моих любимых стихов Библии это записано в книге Иуды первая глава, двадцатый стих Jude 1.20 а вы обращение идет к тебе и ко мне возлюбленные Бог возлюбил тебя и меня назидая себя на святейшей вере вашей а как ты и я можешь назидать себя на святейшей вере и тут написано молясь духом мы видим что когда мы молимся духом святым мы назидаем себя для личного назидания нашего и так же то есть это первое что когда мы молимся на незнакомом языке иными языками мы назидаем себя а какое еще личное использование иных языков давайте откроем римлянам восьмая глава let's open up so we just discussed that the first sign of personal use of the tongues is for personal edification and building up of yourself romans chapter 8 verse 26 and 27 римлянам восьмая глава 26 и 27 стих and brothers up on stage i would ask you to get the video ready римлянам восьмая глава 26 стих так же и дух подкрепляет нас в немощах наших дух святой ибо мы не знаем о чем молиться как должно но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными испытывающий же сердца знает какая мысль у духа потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей теперь я хотел бы рассказать одно свидетельство у меня есть двоюродный брат который находится в Теннесси брат с Киннипола поберел и он рассказывал он с семьей решил поехать в штат Мизури и здесь я бы хотел брать чтобы вы включили видео он едет это глубокая ночь односторонний фривей он едет в левой стороне и вы сейчас смотрите свет едет на него и он в мгновение ока в последнюю минуту перестраивается в другую сторону и трак который ехал на него опасность миновала беседуя с ним он говорил когда он ехал туда у него было побуждение молиться духом римлянам 8 глава 26-27 стих так же и дух подкрепляет нас немощек наших ибо мы не знаем о чем молиться как должно но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными мы видим с этого видео о том как была опасность фривей глубокая ночь одностороннее движение фривея и на тебя на скорости 70 мм в час ты едешь в одну сторону на тебя едет машина и в мгновение ока милость божья проявляется к этой семье и он перестраивается его история когда я с ним беседовал и говорил он говорит такие слова мы выходили туда у меня побуждение молиться у меня побуждение молиться я молюсь иными языками час проходит время они останавливаются они едут дальше второй час беседует с женой говорит она говорит у меня тоже что-то тревожное я не могу заснуть проходит третий час побуждение не останавливается он еще продолжает молиться четвертый час и вы видите то что Бог помиловал его его помиловал семью помиловал слава Богу brothers and sisters talking about that we don't know how to pray I just shared a story about my cousin that lives in Missouri I apologize lives in Tennessee that he decided to visit his family in Missouri and they were driving at night and the Holy Spirit filled him up and was urging him to pray in tongues pray in tongues one hour two hours three hours and on the fourth hour you can see why the Holy Spirit filled him up and prayed because we all many times don't know what's waiting for us we don't know what's coming towards us but the Holy Spirit he's urging us to pray но Дух Святой побуждает нас и говорит молись апостол Павел в книге Коринфянам также в 14 главе говорит такие слова я благодарю Бога я более вас всех молюсь иными языками апостол учившийся у ног Гамалиила дает такой пример для каждого из нас говорит я более вас всех молюсь и он оставил для нас каждого этот пример о том чтобы мы могли подражать как он говорит подражайте мне как я Христу апостол Павел who was being taught at the feet of Гамалиил said I thank God that I pray more than all of you in tongues апостол Павел says do what I do he has left us an example to pray a lot in tongues and also in Corinthians chapter 14 verse 39 talking about the edification of the church Paul says do not forbid speaking in tongues также в Керинфином 14 главе 39 стихом Павел говорит не запрещайте говорить иными языками а давайте теперь поговорим о иных языках которые для народного служения для церкви в книга Деяний когда мы прочитали во второй главе когда Дух Святой сошел и часто это место приводится в пример они начали говорить на иных языках где каждый кто был в Иерусалиме там более 18 народностей было понимали его we see we see that in Acts chapter 2 when the Holy Spirit came on them and they started speaking this specific tongue was for the edification of the church because it says more than the 18 types of languages that were spoken at that time in the church each one of them understood what was being spoken и апостол павел говорит в первое коринфянам я зачитаю эти слова 14 стихе с 22 14 главе 22 стиха итак языки суть знамения не для верующих а для неверующих that signs are not for believers but unbelievers мы видим деяние второй главе что были люди набожные многие собрались там но они не знали о Иисусе Христе they did not know about Jesus Christ and when all the people that were baptized in the Holy Ghost they started speaking in a language the unbelievers understood когда они начали говорить иными языками то неверующие в Иисуса Христа каждый из них начал понимать что было сказано ибо мы слышим их говорящим о великих делах Божьих и славящих Бога they were hearing about the great miracles and wonders of God and praising God so this is a sign for unbelievers this tongue is not for a sign not for those who believe but unbelievers the primary purpose of a tongue as a sign is to grab the attention of one who is not a believer это для того чтобы когда неверующий находится в церкви и ты исполняешься Духом Святым Дух Святой побуждает тебя и ты говоришь на наречии ты может не знаешь что иностранец или кто-то который не понимает тебя русского или английского языка который доступен он может получить назидание получить наполнение и получить благословение которое Бог наполнил каждого из нас следующая написана для верующих для тебя и для меня апостол павел в 14 главе говорит все для назидания церкви и здесь написаны такие слова что а кто пророчествует тот говорит людям в назидание увещевание и утешение кто говорит на незнакомом языке тот назидает себя а кто пророчествует тот назидание церкви первый стих также достигайте любви ревнуйте о дарах духовных особенно о том чтобы пророчествовать апостол павел говорит о дарах духовных сегодня я немножко коснулся о даре духа святого с говорениями иных языках и апостол павел говорит ревнуйте для того чтобы церковь мы ты и я могли получать назидание и благословение желаю чтобы вы все говорили языками но лучше чтобы вы пророчествовали ибо пророчествуй превосходнее того который говорит на языке разве он притом будет и изъяснять чтобы церковь получала назидание и здесь вот эти иные языки которые павел говорит для публичного для церкви для назидания чтобы у нас было в церкви и пророчества и дар истолкования и вся глава вся глава говорит о том для назидания для назидания то есть чтобы церковь получала назидание а я задаюсь вопросом где в церкви происходит учение или назидание здесь с кафедры и когда братья и сестры выходят сюда свидетельствовать песнопение говорение сказать что-то мы говорим на каком на русском для понятия интересную мысль которая здесь отчитается павел говорит в 7 стихе и бездушные вещи издают звук свирели или гусли если не производят раздельных тонов кто распознает то что играют на свирелях или на гуслях если труба будет издавать неопределенный звук кто станет готовиться к сражению я бы хотел для примера привести пример если я сделаю сейчас определенный звук я задам каждому из вас вопрос что вы поняли из этого что вы поняли я издал звук трубы I just made a trumpet noise out of my mouth what did you guys understand did you guys understand something did you receive edification а если я сделаю определенный звук который вы каждый знаете я задам вам вопрос что вы сейчас поняли что братья сестры вы поняли what did you understand what did you understand what was that sign for the edification of the church because he says if I come here to the pulpit and say ten thousand words in an unknown language who's gonna receive the benefit если я выйду я выйду сюда стану за кафедру и скажу десять тысяч слов на непонятном языке кто получит назидание никто и поэтому Павел говорит в Коринфе молитесь о том чтобы был что или столкование в церкви или пророчество чтобы мы как церковь ревновали об этом и просили чтобы Бог благословил каждого из нас мы все родились или большинство из нас родились в этом учении в этом братстве most of us were born in this religion we were taught at a certain time go get the baptism of the Holy Spirit speak in tongues we received a check mark and I asked the question what's next when the church prays I pray church stops I stop апостол Paul says for edification of self мы были в детстве научены ревновать получить дар святого духа с крещением иных с говорением на иных языках мы получили галочка отмечена ты говоришь а что дальше на этом разве нам надо останавливаться церковь братья-сестры нет апостол Павел говорит я более во всех говорю языками апостол Павел says I speak more than all of you а я хочу задать вопрос а кто большинство нового завета написал апостол Павел who wrote most of the New Testament апостол Павел where do you think апостол Павел got the wisdom from praying a lot in tongues from being edified in the spirit from building the inner man апостол Павел много молился духом и как в Иуде есть написано а вы возлюблены назидая себя на святейшей вере моя лязь постоянно духом также хотел сказать еще такие слова это записано в книге Ефесианом я открою я прочитаю здесь that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened by might by his spirit in the inner man да даст вам Бог по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке братья и сестры когда Бог начал стучаться в мой дом в нашу семью Он начал очищение Он начал показывать грех беззаконие заклятое нечистое что надо избавиться и убрать и убрать то что не угодно ему то что надо освятить дом потом Бог чудным образом освободил исцелил и крестил жену мою духом святым за что слава Богу жена жена моя пришла из церкви где была она научена по-другому понимала по-другому когда мы женились она понимала это разумом но сердце не понимала и Бог силою Духа Святого проявил чудеса и знамения показал ей что такое есть сила в Духе Святом my wife came from a different church where she was taught differently about the Holy Spirit and speaking in tongues when we got married she understood it was needed but it was just a brain understanding not heart and then by the grace of God God delivered her God healed her and God baptized her in the Holy Spirit and she started asking me questions about the Holy Spirit и родившийся в этом понимании что надо это я не мог ответить на ее вопросы я начал изучать этот вопрос и Бог показал к сожалению что мало 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 и еще раз мало и еще раз мало мы обращаемся к Духу Святому который Христос сказал пошлю его к вам он поможет вам он наставит вас он научит и даже готовлюсь к этой проповеди когда шел с утреннего собрания переживал и много переживал аж до того что голова заболела и беседуя с женой я говорю что-то здесь не так и Бог открывает а ты надеешься на себя ты надеешься на свои силы and even up to this point in morning service preparing for this sermon my head started hurting because I was trying trying in my own strength and I'm like something's wrong I'm talking about God's grace God's power but I'm relying on myself and until I let go and I said God you gave us the Holy Spirit to be with us to teach us to help us to to etify us God дал нам Духа Святого братья и сестры это личность который Он дал нам чтобы научать и наставлять нас да поможет каждому из нас Господь нашей жизни где бы мы ни находились помните знать Он излил благодать Духа Святого крестил нас Духом Святым для того чтобы мы могли укрепляться внутренним человеком где мы могли назидая себя на святейшей вере где мы можем молиться воздыханиями неизреченными то что мы не знаем молиться по воле Божьей для назидания нашего внутреннего человека и may God give us the grace and strength to not quench the spirit не угошать Духа Святого to edify our inner man to build up ourselves on our most holy faith because we don't know how to pray апостол Павел говорит Тимофею возогревай дар который ты получил через мое рукоположение а что Тимофей получил через рукоположение апостола Павла он получил дар Духа Святого с говорениями иных языках what what does Paul say to Timothy he says warm up bring up the gift that I have given to you through my laying of hands when apostle Paul laid his hands on Timothy one of the gifts of the Holy Spirit is when apostle Paul laid his hands on people people received the gift of speaking in tongues and we as a church let us all check ourselves check our lives am I praying in the spirit? Am I receiving edification? Am I receiving strength in the inner man? Am I being built up from inside? May God bless all of us. God bless our church that not just speaking in tongues, we might hunger and thirst for interpretation, for prophecy, and all the nine gifts that God said he gives to the church. И да поможет нам церковь чтобы мы не только ревновали и молились иными языками для назидания себя, но также молились и ревновали о других дарах, о даре истолкования для назидания церкви, о даре пророчества для назидания церкви, о всех девять даров, которые Бог говорит дух один, но дары различны, чтобы церковь наша росла, чтобы церковь наша могла продвигаться вперед, чтобы церковь наша могла получить благословение и наставление в Господе нашем Иисусе Христе. Да благословит каждого из нас Господь. Аминь.